Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущево и зачем его покупать квартира-дом? Полночь 6.30 мая 2019 Куба Либри Сколько стоит жилье на любимом острове Хрущево и зачем его покупать? Фото Самый скандальный карибский остров Кубу ежегодно посещают десятки тысяч россиян, но остаться здесь навсегда или хотя бы купить жилье для отпуска пока решаются немногие. Это объяснимо у большинства туристов странная ассоциация с Кубой Сигары, Ром, Фидель Кастро и генеральный секретарь Никита Хрущев, стучащий ботинком по столу в ООН, хотя тот инцидент был связан с Венгерской революцией, а не с Островом Свободы. Съездить, посмотреть да, жить нет. Призрак коммунизма мешает взглянуть на Кубу по-новому, например, как на рынок недвижимости с большими перспективами развития. Лента.ру разбиралась, можно ли вообще покупать квадратные метры в стране и сколько они стоят. Продается и покупается. До недавнего времени покупать недвижимость на Кубе не могли ни местные жители, ни тем более иностранцы. В стране не существовало института частной собственности. В 2011 году кубинцам и иностранцам, постоянно проживающим на острове, разрешили сделки с жильем. Правда, ограничив число объектов в собственности двумя упорядочного гражданина должен быть один основной дом и один для отдыха, не более того. С 2014 года вкладываться в островную недвижимость могут и нерезиденты. Фото. Как отмечают эксперты портала Куба Property Sales. Иностранцам на кубинском рынке недвижимости нужно проявлять максимальную осторожность, особенно когда речь идет о выборе совместного предприятия, через которое будет проводиться сделка. Цена свободы. В целом Куба не так страшна для потенциальных покупателей жилья, как ее малюют. Да, рынок молодой, не особо отрегулированный, но активно развивающийся. Сложности с оформлением сделок с лихвой компенсируют относительно низкая стоимость объектов. В Гаване, например, квартиру на окраине города можно купить и за 5000 долларов. В самых вкусных районах стоимость частных домов и апартаментов достигает нескольких миллионов долларов. Объявления о продаже недвижимости размещаются на порталах в интернете. Cuba Property Sales.com, Cuba Residents.com, Detraste La Fashada.com и прочих. Во всех крупных городах работают небольшие агентства недвижимости. Кроме того, реальные объявления расклеиваются на улицах. Самые востребованные дома те, которые были построены до окончания Кубинской революции в 1959 году. Их считают капиталистическими на острове, уставшим от давления бескомпромиссного социализма. Это гарантия качества. Фото. Shutterstock. В базе. Detraste La Fashada. Много объявлений о продаже квартир по цене до 5000 долларов. Такие объекты есть в Санте-Каде-Кубе, Камагое, Майабеке, Гаване и других районах острова. В печально известной провинции Гуантанамо за 4,5 тысячи кубинских песо, местная валюта приравнена к доллару, можно приобрести трикомнатную квартиру в доме 1996 года постройки. За все не надо платить. Стоимость жизни на Кубе в целом существенно ниже, чем в России, по данным. Намбею. Примерно на 44%. Из относительно дорогого только вино, в среднем 6,5 доллара за бутылку, молоко, 2,25 доллара за литр, яблоки, 5,2 доллара за килограмм, мясо, почти 9 долларов за килограмм. Пачка неместных сигарет на острове стоит 2,45 доллара, привозное пиво 1,8 доллара за бутылку. Полтора литра чистой воды обойдутся в доллар, за килограмм фруктов и овощей, зеленый салат, помидоры, апельсины, бананы, картошка и прочее, придется выложить до 2 долларов. Дюжина яиц стоит полдоллара, киломестного сыра около 2 долларов. Для общественного транспорта порядок цент следующий, билет на одну поездку стоит в среднем 11 центов, проездной на месяц 6,5 доллара. Литр бензина обходится в 1,1 доллара. Обед на двоих в ресторане средней ценовой категории в среднем стоит меньше 16 долларов, в дешевом можно поесть и за 5 долларов, на человека. Закопучено придется выложить 1,4 доллара. Стоимость коммуналки на Кубе тоже относительно невысокая, пользователи оценили ежемесячный средний платеж за воду, электричество, вывоз мусора и прочие услуги в квартире площадью 85 квадратных метров всего в 10,5 доллара. А вот с интернетом просто бедаун в стране появился недавно, поэтому стоит дорого, 72 доллара в месяц за проводное соединение с неограниченным трафиком. На деле трафик ограничен, в большинстве домов никакого интернета нет, местные ходят в специальные кафе или выходят в сеть через мобильные телефоны. Час во всемирной сети обходится примерно в доллар. Для страны, где средняя месячная зарплата равна 31 доллару, это ужасающе много. На интернет-форумах Кубу хвалят за климат, природу, доброжелательность местных жителей. Ругают прежде всего за неистребимый совок отелей на острове достаточно, но почти все они нуждаются в реновации. С жильем та же история, по данным Министерства строительства, в стране около 3,8 миллиона домохозяйств, из них 39% в удовлетворительном или плохом состоянии. Для туристов обвитшалые дома в колониальном стиле красивая картинка. А для покупателей недвижимости русская рулетка, может, выстоит, а может и нет. Справиться со стрессом помогут мощные финансовые ресурсы кубинский ром. Фидель Кастро, правда, его не любил. Обратная связь с отделом дом. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала, напишите на этот адрес. dom.lentu at rambler.ru Мария Волкова